Дорогие друзья, когда-то очень давно, времена, которые сейчас кажутся вполне себе благополучными, я написал книгу «Жизнь, катастрофе, победи кризиса». Это сборник бытовых простых советов, как надо жить, не существовать, не выживать, а именно жить в условиях глубокого кризиса. Тогда, если честно, я назвал ее «Жизнь, катастрофе». Ну, во-первых, потакая паническим настроением людей, во-вторых, рекламных целях. Но сейчас, когда то, что происходит с нами, это действительно катастрофа. Здесь никаких иллюзий питать не надо, старый мир прежним не будет. Более того, дело не в нас, дело не в нашей стране. Ломается весь мир, ломаемся мы вместе с этим миром. Нам больно, нам страшно, мы кричим, от боли и ужаса кричим. Мы виним в том, что происходит всех, и довольно часто оправданно виним. Но за субъективными решениями, в том числе и безумными, кроются некоторые объективные закономерности. Эпоха, в которую мы привыкли, в которой нам было хорошо, спокойно, уютно, ну, многим из нас. А тем, кому казалось, что все ужасно и все чудовищно, сейчас все равно вспоминается, что было хорошо и спокойно. Эта эпоха, в общем, закончилась. Не потому, что возник военный конфликт, не потому, что возникли очередные санкции. Потому, что мир должен был развалиться на куски, и вот он разваливался. От распада мира на куски его оттягивали, оттаскивали 20 лет, но можно откладывать объективно неизбежные процессы, но нельзя их откладывать навсегда. Нельзя объективные процессы отменить. Их можно затянуть и трансформировать, но не более того. И сейчас пришло время напомнить хотя бы основные базовые принципы жизни, повторюсь, не выживания, не существования, не агонии. А именно жизни относительно полноценной, а желательно и вообще полноценной. Многие мои друзья сейчас живут полноценной жизнью, и в том числе и не вовлеченной в политику. Жизнь в условиях катастрофы. Я приношу извинения, если вы обладаете навыками выживания, тогда вам это не нужно. Если вы выживальщики, у вас всё хорошо, вы думаете, что пришло ваше время, хотя оно ещё или уже далеко не пришло. Если вы имеете опыт жизни в 90-х, тогда вам тоже это не нужно. И если вы сидите, схватив голову, обхватив голову руками и крича «всё, пропало, мы умерли», и вам так комфортно, умирайте дальше. Я знаю таких людей. Я знаю таких людей, которые уже месяц сидят вот так вот, ну точнее 26 дней, и кричат, что они умерли. Это тоже не для вас. Это для тех, кто хочет жить. Если честно, сейчас мне плевать на ваши политические взгляды, на ваше так называемое убеждение и на ваше представление прекрасное. Это советы, которые вы можете не брать, как и любые советы. Но это правила жизни в условиях, которые вам самим кажутся по каким-то причинам непоносимыми. Мы воспитаны на прошлых кризисах. Дефолт 98-го года, провал 8-го года, обвал 14-го, начало 15-го года. Мало замеченные большинством уже забытые всеми банковские кризисы 95-го и 94-го годов шли по одной и той же схеме. Резкое, почти одномоментное ухудшение ситуации от 2 до 6 месяцев. И потом длительное плавное восстановление. Многие сейчас ждут того же. Я просто вижу, как все говорят, ну ничего, через пару месяцев санкции снимут по тем или иным причинам. И все будет как при бабушке. Санкции, может, и снимут. А мир уже изменился. Санкции снимут, но легче от этого будет только некоторым. Ждать, что вот-вот должно уже сейчас начаться улучшение и ждать, и ждать, и ждать, коллеги, не дождемся. У нас будет только то, что мы сделаем сами, своими лапками. Вот эти. Чего не сделаем, того у нас не будет. Добрый дядя или злой дядя, наши проблемы за нас решать не будет. Он будет создавать, решая свои проблемы, создавать нам новые. Мы сейчас вошли в принципиально иную катастрофу, в принципиально иной кризис. Старый мир умер. И мы начали складывать новый. Как умеем. Со всеми своими пороками, со всеми своими тараканами. Но больше в мире заниматься этой работой просто некому. Кроме нас нет никого. Извините за субъективный идеализм. И нам в этом кризисе, точнее в этой катастрофе, жить еще очень и очень долго. Так вот, еще раз, чтобы не сойти с ума, чтобы не потерять лишнее. Надо твердо знать и уметь применять, прежде всего применить к самому себе, несколько совсем простых правил. Которые мы при столкновении с повседневными несчастьями имеем склонность полностью автоматически забывать. И поэтому я вам эти простые элементарные правила напоминаю. Извините за повтор. Извините за баян. Но если мы забываем таблицу на Жене, а я вижу, что мы забыли ее полностью. Не обижайтесь, если кто-то к вам придет. Так вот, первое. Кризис – это потеря денег. Вот, дай бог, если только денег. Иногда это потеря жизни. Очень часто это потери близких. По разным причинам. Нелюбимый мною греф еще в восьмом году у вас, стервенев от назойливых рассказов о том, что кризис – это возможность, разъяснил. Да-да, возможность есть. Но для большинства такая же, как при столкновении машины с бетонной стеной. Две недели в гипсе. И то, если сильно повезет, если, так сказать, корона не заразит. Или внутрибольничные инфекции. Поэтому вы будете терять. Это нормально. И ваша задача – минимизировать потери и не плакать по тем потерям, которые вам, в том числе и из-за своей глупости, не удалось избежать. Учитесь на ошибках. Да, умные учатся на ошибках других. Глупые учатся на своих ошибках. Но не учиться на ошибках совсем, извините, это признак не дебилизма. Это признак обезьянки. Вам тогда в правительство, наверное, если вы не учитесь на своих ошибках. На место на Биулину уже занято. Второе. Вторая вещь, которую нужно напомнить. 20-й век был очень жестоким и очень умным. Многочисленные исследования с самых разных сторон доказали, что в лагерях, в тюрьмах, в кризисах первыми погибают оптимисты. Те, кто ждет, что беда вот-вот-вот-вот-вот кончится. Она все не кончается и не кончается. И в конце концов люди опускают руки, ломаются и погибают. Выживают и в итоге преодолевают кризис именно пессимисты. Которые принимают беду как новые правила, установившиеся надолго. Которым надо приспособиться и в которых надо жить. Если их нельзя изменить. Да, как это. Вечная мудрость. Дай бог мне иметь мужество принять то, чего я не могу изменить. Иметь силу и смелость менять то, что я изменить могу. И дай мне мудрость отличать одно от другого. Нонежный кризис это надолго. Его нужно принимать. Изменений. Кардинальных изменений быстрых к лучшему не произойдет. Третье правило. Торопитесь медленно. Не суетитесь. Продумывайте дела и свои шаги. Продумывайте точки пересмотра своих решений. До достижения этих точек пересмотра действуйте быстро, всеми силами не задумываясь, как должны действовать военные. В них тщательно анализируйте ситуацию заново. Проверяйте не надо ли изменить подходы. Проверяйте все вплоть до гравитационной постоянности. Рисуйте себе план график своих действий на неделю и месяц. Это помогает. Помните заповедь пилотов и авиадиспетчеров, которую сформулировал впервые великий летчик-испытатель Марк Галай. Действовать быстро – это значит совершать медленные движения, но без перерывов между ними. Психологическая гигиена также важна, как обычная. Паника страшнее убытка. Недаром на войне только за нее расстреливают без суда. Зависть, ненависть, гнев – недопустимы, потому что они разрушают ваш организм. А отчаяние убивает надежнее пистолета. Не разрешайте себе эти чувства так же и по тем же причинам, по которым вы не разрешаете себе наркотики. И не бойтесь изменений. Постарайтесь понять, что постоянная изменчивость – это и есть нынешняя форма стабильности. Ну, если не удастся понять, просто примите это как данность. Четвертое правило. Укрепляйте социальные связи. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Все слышали? А кто из вас слышал продолжение? Мы же живем в стране оборванных на полуздохе цитат. А продолжение такое. Деньги отнимут, а друзья останутся. Ваша пенсия – это ваши дети. Другой не будет. Они должны быть правильно воспитаны, чтобы достичь успеха самим и стать вам спасательным кругом, а не камнем на шее. Их должно быть не менее двух, чтобы вы, севым на шею в старости или в отчаянии, не слабали бы им ее. Будьте опорой для семьи. Тогда и вы сможете опереться на семью. Рассказывайте жене, другим близким, когда подрастут детям о том, как прошел ваш день, что получилось, а что нет, и обязательно почему не получилось. Вы тем самым обучаете их самим проводить работу над их собственными ошибками. Вы об этом не узнаете никогда, они вам не расскажут. Но они сами, глядя на вас, слушая вас, они сами привыкнут думать о том, что сегодня не получилось, почему именно и что сделать, чтобы это не повторилось в будущем. Обязательно выслушивайте рассказы членов семьи. Доброжелательно обсуждайте все услышанное. Нет ничего проще в кризисе, чем утратить эмоциональную связь с близкими и в результате впасть в одиночество. И умереть в этом одиночестве. Потому что человек животное стадное, а не индивидуальное. Обсуждая свои проблемы, вы дисциплинируете себя и со временем начнете находить неожиданные решения. Вы научитесь смотреть на себя другими глазами со стороны, что всегда полезно. Обсуждая проблемы членов семьи, вы как минимум расширите кругозор. А главное, вы сохраните уважение членов семьи даже в случае жизненной неудачи. Не считайте перед сном овец. Подводите итоги, выявляйте причины неудач и успехов. Строите планы. Да, спать будете меньше. Но зато глубже. Пятое правило. Ну, мы все его знаем наизусть, но уж извините. Экономьте деньги. Записывайте расходы и анализируйте их в конце недели и месяца. А лучше каждый вечер. Выбирайте цены. С умом пользуйтесь распродажами интернет-торговли. Анализируйте обязательно цену и качество. Видите какой-то товар, думайте, зачем он вам. Никогда не покупайте просто так. У нас уже есть условные рефлексы. Мы актом покупки доказываем себе факт своего существования. Вот это смерть горожан. От этого надо избавляться. Перед походом в магазин обязательно составляйте список покупок, чтобы не совершать эмоциональные траты денег. В супермаркетах осторожно относитесь к товарам на уровне лица и рядом с продающимся со скидкой. Цены там обычно завышенные, а дешевые товары всегда лежат на неудобьях. Старайтесь платить наличными. Платя картой, вы не ощущаете расставания с деньгами и в результате тратите больше. Ну и разумеется, если у вас вот такой конский кэшбэк, то к делу это не относится. Тогда можно платить картой с кэшбэком. Обязательно отдыхайте и развлекайтесь, пусть даже просто возясь с детьми. Устраивайте себе и близким веселые праздники, пусть бесплатные или дешевые. Без этого вы сойдете с ума. Ведите здоровый образ жизни, без фанатизма, но желательно и без алкоголя. Сбалансированно питайтесь, гуляйте на свежем воздухе. Занимайтесь физкультурой. Не экономьте на еде и здоровье, себе дороже. Обязательно помните, что в еде должны быть не только питательные вещества, но и микроэлементы. Витаминки. Кстати, парафарм пензенский делает самые правильные витамины, потому что они, в отличие от стандартных, в том числе западных, специально сделаны так, чтобы они усваивались организмом. Очень многие дорогие витамины организмом просто не усваиваются. Я понимаю, что я сейчас балансирую на грани рекламы, но это действительно люди, которые омерзительно рекламируют. Когда я увидел их рекламу, меня просто стошнило. Но это тот случай, когда омерзительно рекламируются очень правильные вещи. Причем, как минимум на мировом уровне, а иногда выше мирового уровня пензенский парафарм. Правило седьмое. Форма сбережений, если они есть, зависит от срока. Но, что называется, сейчас на три месяца можно хранить деньги и в рублях. А сверх этого времени, ну, в долларах у нас возможности нет. В слитках золота возможность есть. Можно покупать их до одного грамма или больше. Они могут подорожать относительно доллара, но ликвидность, к сожалению, золота может быть низкой и может подорваться в любой момент. Кроме того, существует не риск, а почти уверенность, что если вы купите золота много в одном месте, то эти данные уйдут сначала бандитам, потом правоохранителям. Поэтому, покупая золото в слитках, покупайте по чуть-чуть и в разных местах. И лучше, если у вас несколько, ты скажешь, членов семьи на разные паспорта. Это существенно. Недвижимость в кризис это пассив, а не актив, кроме совершенно сказочных курортных мест. Покупка ненужной бытовой техники это потеря денег. Да, при этом никогда не надо забывать, что у нас условное право собственности. И купив недвижимость, вы вполне можете лишиться этой недвижимости. Из-за агрессии позолоченной орды или, так сказать, этнической преступности. Которые, как я понимаю, легко владеют и правоохранительными органами, и так называемой судебной системой. Покупка ненужной бытовой техники в кризис это потеря денег. А ценные бумаги, даже если их вдруг удастся купить, это русская рулетка. Криптовалюты хорошо, но следите на какой бирже вы их покупаете. Потому что есть биржи, которые, так сказать, просто ликвидируют русский аккаунт. И тогда вы можете потерять все. Если хотите рискнуть деньгами, посчитайте, какой минимум, не отказывая себе в необходимом, тратит ваша семья за полгода. Переведите это минимум в доллары. Увеличьте эту сумму на 30%. Добавьте необходимые расходы будущего года на лечение, учебу, ремонт и так далее. Это ваш необходимый резерв. Всем остальным можно рисковать. Пока кризис все еще не настолько тяжел, чтобы делать запас. Но ассортимент товаров уже сокращается. Если вам нужны редкие лекарства, сделайте запас с учетом срока годности. Это касается и импорта. Если не успели купить по старым ценам, вам стоит запастить им даже по новым ценам. Запас нужен, если вы живете в небольшом населенном пункте с одним или двумя магазинами. Но думаю, тогда у вас запас уже есть. Имеется в виду не один или два магазина, принадлежащие одному владельцу. Один или два магазина друг с другом не связанные. Но, 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 что важно. А если, что необходимо сейчас купить? То, чем вы зарабатываете деньги себе на жизнь. Вот к этому вы должны обеспечить себе запас запчастей и запас расходных материалов. Причем качественно. Дай бог, если не повезет. Но вот к вашим средствам производства запас должен быть. Правило восьмое. Держитесь работы. В кризис сам факт постоянного дохода важнее его величины. Даже большие сбережения проедаются удивительно быстро. А работа держит вас в тонусе и на плаву, даже если доходы упали. Часто сокращение занятых осуществляют хамство, вынуждая людей уходить самим. Держитесь, пока не найдете надежный запасной аэродром. Знайте свои права, но старайтесь защищать их корректно, не становясь врагом даже хамской администрации. Тогда вас выкинут по беспределу. А дичайнее коснулось всех почти. Правило девятое. Если вдруг собрались валить из рожки, ну естественно в кавычках, пожалуйста помните, вы платите за весьма относительную безопасность и весьма относительный комфорт детей, потому что сейчас рушится весь мир. Не только своей судьбой, а потому что вас ждет как минимум долгий культурный шок от погружения в другую, как минимум языковую среду. Вы платите тем, что ваши дети утратят право менять правила жизни своего общества. Не потому что они иммигранты, а потому что об этом праве забыли и сами граждане развитых стран. А у нас это правило неотъемлемо до сих пор. И будет оставаться таковым. Постарайтесь не купить билетный... Да, понимаете, ведь в нашем восприятии мира социально полноценный человек это человек, который имеет право менять правила жизни общества, в котором он живет. Это право может быть отнято, узурпировано, ущемлено. Да, мы все ущемленные со всех сторон. Но это право нам присуще. И когда мы глядим на жителей развитых обществ, западных, японцев, то мы испытываем шок, мы воспринимаем их неполноценными, потому что они забыли об этом праве. Не у них отняли, они сами забыли, что это право существует в природе. Оно им не нужно, и это право у них атрофировалось. И очень многие мои знакомые, они с некоторым скепсисом смотрят на своих детей, ну, уехавшие на запад. Даже в условиях благополучной жизни. Потому что их дети, став западниками, они забыли о своем праве менять правила жизни. А для наших людей это такая же неотъемлемая часть человека, как там рука, нога, голова и так далее. Постарайтесь не купить билетный Титаник, как купили москвичи, которые в нулевые уехали в свободный Киев, как мигранты из Советского Союза, оказавшиеся в Германии рядом с лагерями бешенцев, как прекрасно устроившиеся и нашедшиеся в западных странах, которым вдруг сейчас начали вспоминать, что они русские, вплоть до травли в среднеазиатском стиле. Помните об уязвимости доуншифтинга за счет туристов или аренды российской квартиры. Изучите реальные, а не рекламированные правила жизни страны, куда вы собираетесь уехать, чтобы не оказаться в неблагополучном районе. Чтобы не лишиться ребенка, дав ему подзатыльник на улице. Чтобы не объясняться с полицией за приемы души после 22 часов, как в Германии. И чтобы знать, как опять-таки во многих местах в Германии, что вызов полиции, если вы не знаете, кто именно вас ограбил, может быть плавно. Правило десятое. Очень простое, я понимаю, что все это знают, но на всякий случай. Собрались довериться государству? Не пожалейте времени, зайдите на ближайшее кладбище. Побудьте там в компании таких же, как вы. Если вам по каким-то причинам не захотелось торопиться лечь в могилку, не доверяйте государству, думайте сами. Пока государство не начнет развивать страну, учить и лечить детей, сажать воров, любое доверие к нему – это абсолютно неприемлемый риск. Ну и как минимум он чреват потери. Правило одиннадцатое. Самое главное. Делайте то, что можете изменить прямо сейчас, не откладывая. Никакого потома не бывает, потома не наступит. У меня вот бумажки с делами, которые я должен сделать. У меня некоторые дела, которые откладываю, но потом по 10 лет переписываются с бумажки в бумажку. Они важны, они необходимы, они категорически необходимы, но потом не наступает. Не переживайте по поводу того, что вы изменить не сможете. Вы пока еще не бьетесь об стенку из-за холодов, вы пока еще ищете теплую одежду. И постоянно, как дети, пробуйте мир на зуб. По мере развития кризиса сфера ваших возможностей будет расширяться. А непосильные вчера легко могут стать доступным уже сегодня вечером. И наконец, правило двенадцать. Не смей жалеть себя. Это самый мерзкий, самый отвратительный способ самоубийства. Наши не такие уж и далекие предки, я говорю о своей семье сейчас, мой род помнит себя довольно неплохо, пережили несколько волн страшного голода в конце царствования Николая II. Пережили Первую мировую гражданскую войну. Пережили разруху. Полный ад. Даже то, что на Украине сейчас, не идет ни в какое сравнение с мирной разрухой начала двадцатых годов. Наши деды, уже наши деды, вынесли на себя и разруху, и индустриализацию, и коллективизацию, и большой террор, и Великую Отечественную войну, и послевоенный голод, и репрессии. Ну, для кого-то поразит. Наши родители, для кого-то деду, стояли перед страхом КГБ и безвременем, которое по Высоцкому вливало водку в нас. Я помню, из-за встоль. Да и сами мы выжили в девяностые. Разумеется, кроме тех, кто искренне любит это счастливое и беззаботное время, потому что именно тогда научился ходить и говорить. Ну, а некоторые его просто не успели застать. Среди нас живут герои афганской, двухчеченской, кромешной тьмы других необъявленных войн. На этом фоне, на фоне истории наших собственных семей и друзей, наши нынешние беды как-то съеживаются. Вы не находите? Да, конечно, гвоздь в моем сапоге кошмарней, чем фантазию Гёте. Это же мой сапог, а не древнего немца. Да, конечно, возвращение в бедность, а то и в нищету – это ужасно. И страх хаоса – это тоже ужасно. И системный кризис, в который нас заталкивают служащие глобальным монополием, либералы и просто воры, пугает совершенно правильно, совершенно справедливо. Нам будет темно и страшно, и холодно. Но это не значит, что мы не победим. Просто к победе надо готовиться прямо сейчас, преодолевая кризис подручными средствами. И вы знаете, это обязательно. И наслаждаясь жизнью. Потому что без этого победить не удастся. Это технически необходимое средство победы. Солдату нужно оружие, еда и тепло. Гражданскому нужно уметь наслаждаться жизнью. И, кстати говоря, все мои знакомые солдаты, выжившие на вгойнах, ну и офицеры, разумеется, они очень хорошо умеют наслаждаться жизнью, даже тогда. Ну, в тех пределах, в которых это было возможно. Счастливо, дорогие друзья. До новых встреч. Мы победим. Вы знаете, вот я сейчас сказал, мы победим. Это прозвучало каким-то дежурным слоганом. Но это правда. Это правда. Когда я глядываюсь на историю своей семьи, ну, я знаю ее недолго, я знаю ее с конца 19-го века, там было очень много ада. Там было очень много бытового ада. Люди предавали друг другу все, что угодно. Но они победили. И большинство из них прожило длинное, насыщенное и во многом счастливое жизнь. И если мы сейчас будем скулить и дергаться, мы сами отнимем у себя нашу жизненную победу. Для этого надо уметь наслаждаться жизнью, надо уметь не задаваться, надо уметь бороться и радоваться. Мы победим, дорогие друзья. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!